Новелла «Анастаджио дели Анести» Под этим названием собрана серия живописных композиций на деревянных щитах, которыми в знатных домах Флоренции XV-XVI веков принято было украшать спальни. Написаны по случаю бракосочетания Джаноцу Пуччи с Лукрецией Бинни в 1483 году. Эти картины, вероятно, были заказаны Боттичелли Лоренцию Великолепным, состоявшим в родстве с обеими семьями. Герб Медичи можно видеть в центре третьей и четвертой композиции. С левой стороны обеих картин расположен герб Пуччи, а слева он же изображен соединенным с гербом Бинни. Сюжет картин взят из Дикамерона Бокаччо. В нем рассказывается историю Настальджио Дели Аунести. В первой картине он задумчивости берет по сосновой рочи Брисровенны. Его меланхоличные размышления прерывают появление обнаженной девушки, бегущей от садника и его собак, норовящих укусить ее. Во второй картине Настальджио с ужасом наблюдает, как садник вырывает у девушки сердце и швыряет его на корм собакам, после чего девушка возвращается к жизни и преследование возобновляется. В действительности садник оказывается предком Настальджио Гвидо, который, будучи отвергнутым возлюбленной, покончил с собой и теперь вместе с ней искупает свой грех. В третьем эпизоде Настальджио устраивает все в том же сосновом лесу, пир для семьи Траверсари, желая, чтобы гости стали свидетелями страшного зрелища. Объятая ужасом дочь, Паолу Траверсари соглашается выйти замуж за Настальджио. Свадебный пир, изображенный на последней картине, документально свидетельствует о пышности роскошных празднеств, устраиваемых в те годы на улицах и площадях Флоренции. Одно из таких пиршеств было организовано по случаю свадьбы Бернарду Ручалаи и Наниной Медичи, описанной в разных источниках. В создании новеллы Анастальджио в деле Анести активно участие принимали помощники и ученики Боттичелли, к чьей помощи художник прибегал всякий раз, работая над аналогичными сериями картин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok